Привет всем киноманам на канале самого народного топа в мире ТОП 5 ДАЙ 5 И с вами его ведущий Максим Монахов с канала Мамикс Каждый раз, когда распиаренный фильм выходит на большие экраны Его ожидают толпы фанатов и критиков Надеясь на новый шедевр Но шедевром фильм оказывается далеко не всегда Особенно в России Сегодня в топе вы увидите пятерку фильмов Которые не оправдали ожидания по мнению наших зрителей Что получается, когда пытаешься экранизировать всеми любимый стелс-экшен Наверное, надеяться на фильм, который понравится гикам Но в итоге получается какая-то увебольщина Или же, как в этом случае, Хитмен Агент 47 Одна из худших экранизаций видеоигр Место номер 5 Хитмен Агент 47 это уже вторая попытка экранизировать одну серию игр После провала первого фильма игроки в серию Хитмен уже мало на что надеялись Конечно, хотелось, чтобы фильм передал сюжет, атмосферу и красивый стелс-экшен игры Из-за которых люди и проходят каждую часть с упоением Главная роль досталась звезде сериала «Родина» Руперту Френду Не очень знаменитому по фильмам, но талантливому актеру Казалось бы, сюжет для фильма есть Хороший главный герой есть Пример, как не надо делать, есть И есть даже зрители, которые пойдут в кино, чтобы увидеть любимого героя из игры К сожалению, именно это последнее и убило все От оригинальной игры, из которой частично взят сюжет, вырезали все самое интересное Из фильма сделали настолько блеклую пародию, что кроме названия, с первоисточником его ничего не связывает Актерская игра самого Хитмана неплоха, но вот мотивация и то, чем он занят, оставляет желать лучшего Главные элементы игры, скрытые убийства, переодевания в жертв присутствуют Однако, скорее всего лишь для галочки История заставляет плакать кровавыми слезами и любителей Агента 47, и просто случайных зрителей И как боевик, этот фильм не тянет даже на оценку 2 по пятибалльной шкале Отвратительная видеосъемка и криворукий монтаж И тут неплохо постарались В итоге, если вы любите Хитмана, не смотрите это кино Просто перепройдите игру еще раз Любую из них И на четвертое место вы поставили Стоп, а от этого фильма вообще что-то кто-то ожидал? Экранизация бестселлера Или же просто легкое порно в кино 50 оттенков сумерек Ну, то есть 50 оттенков серого Место номер 4 Кто-то вообще ждал 50 оттенков серого? Ну ладно, давайте искренне, может быть я не ждал, может быть ты не ждал Но хайп вокруг этого фильма все-таки был 50 оттенков серого, нашумевший фанфик по не менее нашумевшей саге сумерки Маловероятно, что автор первоначально надеялась на такой ошеломляющий успех книги Но когда книга стала бестселлером, обогнав даже Гарри Поттера Стало ясно, 50 оттенков будет снято как фильм Фанатов у сумерек было великое множество В основном девочки до 13 и 14 лет У фанфика ввиду пошловатости охвата аудитории несколько постарше В основном одинокие домохозяйки за 30 Написанная простым языком книга быстро перешла в сценарий к фильму и начались съемки Фильм выпустили на день влюбленных и вот уже толпы отчаявшихся парней ведут своих девушек в кино на нашумевшую картину Читая рецензии, все парни думали, что идут на несколько замазанное порно из раздела БДСМ с неким сюжетом Как же они ошибались? Чем вы занимаетесь помимо работы? У меня очень разнообразные интересы То, что из пустой по сути книжки получится пустое кино, это само собой разумеющееся Но набор актеров по заветам Кристины Стюарт и пустые диалоги с паузами длиннее фраз Вот что ждет человека, решившего посмотреть этот фильм Из БДСМа легкие шлепки по попе, да и некие подобия связывания В общем и целом, повторить нимфоманку не получилось Самую живую сцену из книги проигнорировали Но оно и понятно, не для большого экрана такое В общем, вердикт Хотите порно? Смотрите порно, но уж точно не эту ересь И помните, порно можно смотреть только с 18 лет БДЫМ Что делать большим компаниям? Когда им охота срубить побольше денег Взять что-то старое, хорошее, любимое у фанатов и запустить продолжение Надеясь на то, что все просто-напросто схавают из-за названия Звездные войны эпизод 7 Первый фильм саги, который не хочется пересматривать Место номер 3 Две трилогии Звездных войн История о Дарт Вейдере Его становление от мальчика Энакина до одного из самых могущественных ситхов Ну, точнее, именно так все было, по словам создателя вселенной Джорджа Лукаса Готовый продукт, ставший легендой благодаря эпизодам 4, 5 и 6 Вышедшие после эпизода с первого по третий были хоть и слабее, но в целом тоже смотрибельны И как минимум логично закрывают, или точнее, открывают историю Что же делает Дисней, купивший франшизу? Объявляют о съемках седьмой части Сценарий, который написан без участия Лукаса Спора нет, деньги нужны всем, невиним И люди, знающие, какие киноаттракционы умеет делать Дисней С предвкушением ждут Трейлер уже стал объектом споров Однако люди, готовые купить и кирпич с надписью «Звездные войны», выкупили билеты в первые часы Интересный сюжет, харизматичные персонажи и захватывающие бои на мечах Возвращение старых героев Вот минимальный список ожиданий Что же получилось в итоге? Слегка исправленный сюжет новой надежды, пересказанный уже в третий раз Унылые персонажи и никакущий главный злодей Думаете, это худшее? Нет Последняя капля – это минимум героев из оригинальных фильмов Постаревшие Хан Соло с Чубаккой, конечно, радуют глаз Но их на экране слишком мало Брось, да перестань Все нормально Конечно, фильм неплохой, если это просто фильм, не связанный со вселенной Но на фоне эпизода 7 и «Скрытую угрозу» хочется пересмотреть Даже Джа-Джа Бинкс кажется родным и близким, сравнивая его с персонажами «Пробуждение силы» Однако для тех, кому этот фильм понравился, есть и положительная новость Фильмы будут клепать каждый год, пока у зрителей не закончатся деньги или терпение И непонятно, что кончится раньше Киновселенная комиксов Марвел уже давно засела у всех на устах Легкие боевики с элементом комедии, незамысловатый сюжет и множество просмотров Снимая по 2-3 фильма в год, студии удалось отснять киноаттракцион На который с каждым годом приходит все больше и больше людей Понятно, что огромные деньги прямых конкурентов не могли не заинтересовать и комикс-студию DC Несколько успешных экранизаций «Бэтмена» Пара не совсем успешных экранизаций о других супергероях Все-таки нужна киновселенная Решили DC и отдали это дело в руки Заку Снайдеру Снайдер – режиссер, прославившийся по лучшему фильму по комиксам Ведь именно он снял «Хранителей» В основу его фильма взято противостояние двух популярнейших супергероев из детективных комиксов Бэтмена и Супермена И если прицепить туда мрачноватость DC и якобы более серьезность То чего же в итоге ожидали все мы? Некая улучшенная версия киновселенной Марвел С мрачной атмосферой, мотивированными персонажами И красочной гладиаторской битвой между супергероями Что же в итоге? Попытки запихнуть все в фильм не вызвали успеха И после предварительного показа Бэтмена против Супермена порезали и закинули в кинотеатры Там зритель увидел абсолютную противоположность ожиданиям Слитые злодеи, минимум сражений и множество унылых диалогов Даже с Бэтменом никто не угадал Более невероятно популярна заранее хаять Бена Аффлека Однако после фильма именно Бэтмен стал единственным плюсом этого кино Тем не менее, несмотря на все рыдания Фильм отбился и дал начало киновселенной Противостоянием двух супергероев Киновселенная DC не ограничилась Экранизация одного из самых интересных комиксов Перфектные трейлеры И полный провал по всем статьям Отряд самоубийц Самоубийца среди фильмов Первое место! Отряд самоубийц — этакий аналог Мстителей, только с суперзлодеями Трейлер, показавший огромную кучу красочных персонажей под неплохую музыку Заставил поверить, что именно этот фильм отобьет зрителей от Marvel Лето и Смит в ролях кинозлодеев выглядели не так уж и плохо А комикс, по которому снят фильм, считается невероятно популярным Шутки, множество стрельбы и новое видение на попсового Джокера Вот примерное ожидание тех, кто пошел на этот фильм в кино Что же зрители получили в итоге? Слитый сюжет, картонность персонажей и множество дыр в сценарии Мотивации у героев нет никакой История многих рассказана сумбурно, а антагонисты вызывают недоумение После отряда самоубийц противники героев Marvel уже не кажутся нелепыми и смешными А сюжетная линия однообразной И чё будете показать? А чё нет, давай! Показать тебе! Показывай уже! Джокера, ради которого многие шли на фильм, невероятно мало Да и не дотягивает Лето не то, что до Николсона, даже до Леджера Вытаскивал фильм Дэдшот, ну а точнее Уилл Смит, играющий Уилла Смита Так что в целом все как в первых Мстителях Если там это было Железный Человек и Команда, то тут это Дэдшот и остальные Конечно, есть надежда, что многие дыры залатает расширенная версия Но это всё-таки не игра, чтобы ждать патча, правда? В итоге остаётся ждать Лигу Справедливости и думать, вгонит ли она последний гвоздь в киновселенную DC И это был ТОП 5, да и 5 Самый народный ТОП в мире и его ведущий Мамикс Вы увидели 5 фильмов, на которые возлагалось очень много надежд Но которые провалились в глазах масс Да, может быть именно вам понравились эти фильмы Но всё-таки подавляющее большинство ожидало чего-то лучшего И на этом на сегодня всё Вам лишь осталось слепить сюда лайк Подписаться на канал Но ведь также можете подписываться на мой канал Ссылку на него вы, скорее всего, найдёте в описании Всем пока и до новых встреч! Я буду рад, словно радуюсь тогда, когда выходят классные фильмы про супергероев Например, Хранителей или Иксмены Дни минувшего будущего и Иксмены Первый класс Если ты подпишешься на канал, а также посмотришь 10 самых опасных аттракционов в мире И новый выпуск передачи о мыслях, о которых ты не догадывался Субтитры сделал DimaTorzok